здравствуйте добро пожаловать на мой канал не так давно вернулась из своего отпуска я уже давно поделилась фотографиями на instagram и вот сегодня у меня появилось свободное время чтобы снять для вас это видео хочу поделиться с вами немножко своим отпуском также хочу показать вам свои подарочки и свои покупочки поэтому если вам интересна тема этого видео пожалуйста оставайтесь со мной для меня есть разные виды отпуска есть отпуск активный вид отпуска есть отпуск когда мы едем куда-то за новыми впечатлениями яркими красками но иногда мне нужен отпуск чтобы поехать к маме поехать к своим родным девочкам провести это время с ними это ни с чем не сравнимый отпуск где я получаю колоссальный заряд энергии где я могу просто побыть сама собой и где знаете вас любят где никто вас не будет осуждать вас просто любят чтобы вы не натворили вас всегда будут любить вот это для меня очень важно этого мне не хватает во взрослой жизни поэтому я превращаюсь в такого ребенка счастливого и еду к своим родным девчонкам для отдыха мне не нужно ни моря ни каких-то экзотических стран для хорошего полноценного отдыха мне просто хочется быть в кругу своих родных людей и чувствовать вот ту энергетику от них потому что когда вас любят когда вы всех любите это очень чувствуется знаете мы ходим прям вокруг нас такая какая-то аура прекрасных мы все любим море мы все люди любим открывать что-то новое но я также очень очень сильно люблю наши речки наши реки наши озера вот в этот свой приезд мы отдыхали и на речке и для меня также было большим открытием лесное озеро под названием ольховка если я не ошибаюсь очень мне понравилось там конечно на половину заросшая камышами но она очень длинная большое прекрасно провели с девчонками там время так красиво спокойно да очень красиво здесь либо нет почему нифига себе и мы сказали что мы же договорились что ты будешь снимать нас это с озером а ты и голову делить фото мы же договорились что будем это прятать все мы же прятать хотели а ты прям все на показ не давай назад подожди подожди давай вот отсюда вот это было головы только и пруд пруд давай не командуйте о ну ладно ты только не шевели камеру нужно прям держать ее вот так вот смотри чтобы та желтенькая точечка появилась хорошо куда пошла чтобы головы были без животов иди подойди к нам иди подойди к нам чуть 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 подальше отойди пруд видно озеро вот и смотри не трясти камеру и говори когда фоткаешь чтобы мы не разговаривали оп 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 это сфоткала да красотка маленькая давай ох ну-ка и надеюсь что теперь в каждый свой приезд у нас будет традиция ездить на это озеро отпуск у мамы вот это вот земельный участок вот это вот до боли знакомые огороды картофель кстати в этот приезд даже еще успела помочь маме выкопать картофель народ идет народ грязевым процедурам готов идем копать картошку здесь раз два три четыре пять шесть грядок нужно сейчас выкопать одна трава а здесь у тебя одна трава вот одну траву это еще я покосила нет давайте я буду копать а вы собирать ну иду ой одна она прям-то где ряд вот он да ну все давайте ну как не знаю вот она картошка и вот она пока села тут уже не видит так что это не картошка удачи ну давай так давайте ка здесь должна быть должна быть но не обязана я с женщиной в поезде ехала она говорит что к оу Люба подожди не показывай такую кастушку ты че Позорься, на, Лю. Хорошую, когда выкопаем. Народ к процедурам готов. Мам, ты как-то копаешь не по-человечески? Да, вот так. А что? Не потому что. Давай я лучше буду, я хоть все перекопаю здесь. Ну, сейчас я вот это закончу и начнем снова. Так, все. Эта грядка будет моей. Давай, мам, я пошла папе. Ну, смотри, примерно я сидит здесь, потом вот здесь. Есть, не есть, ничего. Много белой пока мы вообще не видим. Где белые? Ну, я в основном сажала в этом году больше красный. Красный. А, вот он, ее не очень много. Она вот такая вот. Большая? Ну, в этом году, потому что воды нет. О, смотрите музыку. Остановите, остановите. 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 Еще вот эту вот. Ну, давай, давай, еще раз ковырни. Ого. Сегодня у нас на обед, посмотрите, какое ассортие рыбы. Здесь у нас селедка под пикантной заливкой. Мы купили ее готовую с лучком. Там даже молоко есть. Не знаю, кто любит молоко, я обожаю. Здесь у нас свежевыкопанная картошечка под укропчиком. Мы, кстати, сегодня докопали картошку, помогали маме выкапывать картофель. Хлебушек черный. И вот здесь прям настоящие ассорти рыбы и вяленой, и копченой, и холодного копчения. В общем, посмотрите, как будем сегодня пировать. Мне кажется, все выглядит очень вкусно и аппетитно. Так что, приятного нам аппетита. Это все приятно для меня. Возиться на земле, вот это вот возиться с землей и огороды. И это все настолько знакомо для меня. Поэтому я с удовольствием окунаюсь в любую работу на огороде. Я не знаю, что бы со мной было, если бы мне пришлось этим заниматься изо дня в день. Но как отпуск, знаете, такая некая медитация. Я вот выходила рано утром и проходилась по маминому вот этому земельному участку. Просто наблюдала, что у нее как растет. И яблоки, и груши. Какой нежный, прекрасный аромат у этой розы. И она пахнет вот прям идентично косметике Клей Депо. Вернее, косметика Клей Депо пахнет как вот самая настоящая роза. Очень красиво. Я даже приобрела себе духи, потому что настолько реалистичный аромат. И это чистая роза, без всяких других цветов, примесей. Очень вкусно. Бесподобно. Бесподобно. Красиво, как вкусно пахнет. И котят рук. Привет, ребята. Эй, ребятня. Хвостики пушистые. Сейчас я подошла. Посмотрите, как красиво у мамы растут яблоки. Я не знаю, что это такое шумеет. Это, по-моему, либо машина, либо какие-то птицы. Это малина, я думаю, она начала расти по второму кругу. Это такой сорт малины. И на следующий год мама хочет посадить культурную малину. Культурную, это, наверное, сорт такой. И вот здесь где-то видела последнюю вишню. Вот она. Вишенька последняя. Да нет, вот с той стороны еще пару есть. Дело в том, что вишня, насколько я знаю, произрастает только в России. Просто ее нигде больше не увидела. А рядом вот такой вот куст. Куст смородины. Уже, конечно, все, уже сезон прошел. Ну вот я смотрю здесь еще. Ммм, какая ароматная. Мы помню смородину раньше ходили, собирали в лесополосы. Там много-много смородины. Собирали на компоты, на варенье. Какая она вкусная, посмотрите. Смотрите, сколько лет есть. Здесь можно есть и есть. Как сережка висит. Ароматная. Вот еще. Ее прям ем грязная. Ее помыть, конечно, но кому есть время до этого. Так. Ну что, вишни, по-моему, точно мне уже... Она какая-то сухая, но она все равно даже сухая. Такая полувялая. Она все равно вкусная. И мама говорит, в этом году ее было очень много. Но ее нужно помыть, по-моему, что-то она пыльная какая-то. Мама говорит, ее было очень много. Я сразу ее попросила, чтобы она мне ее... Вот она сухая. Чтобы она мне собрала, заморозила некое количество, чтобы я могла... Чтобы мы потом, когда приеду, вареники сделали. И вот я приехала, мы налепили вареников из вишни. С вишней. Так, вкусно было. Так, ну а где еще смородина? Я же где-то видела ее. Так, не вижу. Очень ароматная, вкусная, сладкая. Вот там что-то еще есть. У лукоморья дуб зеленый. Золотая цепь над дубитом. И днем, и ночью кот ученый. Все входит по цепи кругом. Идет направо... Любовь. Идет направо, песнь заводит. Налево сказку говорит. Там чудеса. Там леший бродит. Русалка на ветвях сидит. Ах, прелесть. Смотрите, какие яблоки летние. Красота. Вот еще одно яблочко красивенькое. Они прям, знаете, на них такая пыльца натуральная. И... Да, мы картошку вчера копали, так что у меня маникюр соответственный. Надо маникюр сегодня сделать, аппетикюр. Посмотрите, как усыпаны груши. Груши. Прям висит. Груши нельзя скушать, да? Смотри, как красиво. Прям все-все-все. Такие маленькие тонкие ветки усыпаны грушами. Кругом груши. Кругом груши. Класс. Груши будете кушать. Здесь вишни растут. Красота. И... Там еще одна яблонька и черешня. Это морковка. Но хотела показать, какие здесь клубни моркови растут. Огромные. Вот это справа, вон видно. Видно, да? Ох ты, ничего ж себе. Посмотрите, какая толстенная морковь. Огромная. Капуста. Хороший урожай. И свекла тоже большая уже. Угу. Да? А... А... А это... Капуста. Посмотри на капусту. Надо ее сфоткать. Мама... Мама в одноклассники выставит свой урожай капусты. Огромные кочаны, вилки капусты. Красивые. Смотрите. Огромная капуста. Кабачки. А то есть, что мне на ушко? А какие кабачки? Ну, эти уже перезрели. Она их, наверное, на семена пустит, я так понимаю. Огромные. Вон там полосатик какой-то лежит. Гладиолусы. Здесь смородина. Вот это вот пахучий базилик. А вот это перцы. Ну, перцы, конечно, шикарные. Ой, какие они красивые. Давай вот этот вот красный перец сфоткаем. Помидорчики. Помидорами просто все усеяно. Кстати, вот этот сорт она, по-моему, будет закручивать. А мясистый, такой большой красный сорт мы едим. В нем практически даже семян нет. Одно такая, одна мякоть. Классный. Так, давай вот этот перчик сфоткаем. Посмотри, какие перцы. Ааа, какая красота. Как яркий огонь горит на огороде. Посмотри. Бесподобно красные, желтые перцы. Но это, по-моему, они краснеют сейчас. Ой, ну красота бесподобная. Очень красиво. Смотрите, как все усыпано. Конечно, это адский труд. У мамы очень большой огород, поэтому у нас здесь очень много работы. У меня такое ощущение, когда возвращаюсь из России, что у меня как будто бы энергии напичкали. У меня много энергии, я вся на позитиве. И во мне прям прилив сил. Вот никакой другой отпуск не дает мне то, что дает мне отпуск в России. Доброе утро. Сейчас заварила себе кофе. И хочу здесь устроиться поудобнее. Сделать себе педикюр и маникюр. Давайте покажу, что у меня здесь для этого есть. У нас сейчас 8 утра. Проснулась я вообще-то в 6. И решила, что может быть сделать себе что-нибудь приятного, как маникюр и педикюр. Поэтому здесь у меня в коробочке очень много чего есть. Наверное, начать следует постепенно. Жидкость для снятия лака. Мечта и все. Больше ничего здесь не написано. Обычная жидкость для снятия лака. Дальше идет отшелушивающий скраб для лица от Natura Siberica. Я купила себе несколько скрабов попробовать. И вот этот скраб можно пустить на руки, ноги. Он мне не очень-то понравился, поэтому его я буду использовать вот именно для этого случая. Здесь у меня мои гарниер мицеллярные салфетки для снятия макияжа. Но иногда они мне могут пригодиться и в педикюре, маникюре. Здесь крем для рук от Кадали. И чем он мне понравился? Он очень питательный, не оставляет жирными руки, но настолько питательный. Просто отличный крем. Я купила его, когда ехала сюда в Россию, в Германию. Поэтому на обратном пути обязательно куплю себе точно такой же кремик. Здесь у меня крем для ног. Сейчас буду делать педикюр. Его я привезла с собой, так как знала, что обязательно нужно сделать педикюр. Здесь на ночь мазать ноги под носочки. Тоже очень хорошо, чтобы кожа ног была нежной и приятной. Это что касается кремов и отшелушивающих вещей. Здесь у меня, кстати, купила я ее здесь, в России. Это вот такая терка для пяток. Очень удобная вещь для ступней ног. Во-первых, у нее две стороны. Одна более шершавая. Она как наждачная бумага, наклеена на деревянную ручку. С другой стороны она более мелкая. И полировать уже после того, как пройтись грубой стороной, можно отполировать. Мне больше всего нравится сначала распарить ножки, проскрабировать, кутикулу удалить. И только уже потом вытираю полотенцем и начинаю полировать ноги. Вот прям прекрасная вещь. Конечно же, потом это все смываю и уже наношу вот такой вот увлажняющий питательный крем для ног. Здесь, посмотрите, какая коробочка симпатичная. Под... забыла, как эта роспись называется. Пилочка с грубой стороной и с более мягкой обязательно. Ватные диски у меня здесь и палочки апельсиновые. Купила также здесь в России вот такие вот прекрасные щипчики. Они просто бесподобные. Во-первых, у них вот такая вот пружиночка, да. Есть другой вид щипчиков. Они постоянно так то в одну сторону выпадают, то в другую. А здесь ничего подобного не происходит. Они очень легкие. Видно, созданное это... Здесь мух полно. Конечно же, создано это все для профессионалов. Они более мягкие. Потому что если нужно сделать много маникюра, педикюра, то есть рука не устает у девушек, кто этим занимается. Поэтому они очень мягенькие, легенькие, прекрасно наточенные. Просто вот обязательно еще куплю одну... Еще одну запасную пилку сегодня. Вот мы сейчас с мамой в город собираемся. И еще куплю вот такие вот щипчики. Потому что они иногда тупятся там после года использования. Поэтому точить я не знаю, как их точить. Поэтому будут пользоваться так. Здесь у меня лак нюдовый, такой розовенький больше. Бежево-розовый. От Vivienne Sabo. Я его купила для рук, но он мне не понравился. Он в три слоя наносится. И в два слоя он просвечивает, как-то пляшевет. Мне не понравился. Поэтому им я пользоваться не буду. Скорее всего, на руки нанесу просто в свое любимое топовое покрытие от Sashavit. Здесь у меня для педикюра лак. Мне он очень понравился. Такой красивый лак. Вот. Его я использую для ступни ног. Ну и все. Больше здесь ничего нет. Вот такая вот моя коллекция. Сейчас под чашечку кофе буду заниматься приятными женскими вещичками. Ну а нахожусь я сейчас на вот такой веранде. Посмотрите, как красиво растет калина. Зимой, когда калина поспеет, моя мама потом делает вино. Калиновое вино. Вот. У нее это одно дерево. Еще одно. Сбоку дома огромное-огромное дерево. Красиво. В этом году, говорят, немного ягод. Но обычно оно прям усеяно ягодами. Вы знаете, Михаловка – это маленький областной городок. Вышли. Вот моя мамулька. А подстригаться-то забыла. А подстригаться же будем. Мы прошли это вон домой. А, мы вышли в город, чтобы мама подстриглась, чтобы зайти в ювелирный магазин, ну купить все в дом, там продукты какие-то, зайти. Обязательно беляши. Будем вкусные кушать. И зайдем к сестренке на работу. И там полопаем. И там полопаем беляши. Все. Я просыпаюсь каждое утро. И вот мама сейчас собрала яблок. Это летний сорт яблок. Они только что попадали на землю, некоторые из них. Некоторые она просто уже срывает, чтобы они… Им уже пора. Они уже созрели. И вот такая вот красота. Каждое утро меня встречает на столе. И вот выращенный мамой арбуз. Вот такой вот большой, красивый. Сегодня мой последний день. Сегодня вечером я уже возвращаюсь в Америку. Вернее, сначала я еду в Москву. Останавливаюсь там на ночь. И уже после еду до Мюниха. И через Мюних я лечу в Штаты. Так что вот такое будет мое путешествие. Наверное, мы еще с вами встретимся, когда я буду ехать назад. Ну, а пока я хотела поделиться с вами вот таким натюрмортом из летних яблочек. И маминого арбуза тоже выращенного ее руками. А здесь стоит моя чашка. Я привезла с собой некоторую посуду из Америки. Но дочь показывает так много посуды. И, конечно, не привезти красивую, хорошего качества посуду было для меня просто даже не вопрос. Обязательно хотела порадовать маму. И здесь у меня сейчас заварен чай. Называется Иван-чай. Посмотрите на эти гроздья винограда. Очень красиво. Боже мой. Так, сейчас мы будем резать виноград. Мам, какие кисточки будем срезать? Вот сюда в чашу складывать. Скраю. Давай. Ох ты красавица какая. Еще. Который висит по низу. Давай. Ой, она уже оторвалась. Хватит. Такая красота. Что, два хватит? Голубым отливает. Голубым отливает. Дело в том, что здесь, видите, вот такая вот голубая крыша. И она отливает голубым. Так что это не какой-то спецэффект. Да, вот купила такую книгу. Борис Акунин. Ореховый Будда. Дело происходит в Голландии и во времена Петра Первого. Времени читать практически не было, поэтому я ее почитаю в поезде. Очень люблю ехать в вагоне ресторана, попивать какой-нибудь чаек или напиток и читать книгу. Люблю читать в вагоне ресторана. Здесь сейчас никого нет. Тихо и спокойно. Я хотела показать вам такие одноразовые зубные щетки. На них уже есть супная паста. Очень, кстати, удобно путешествовать на утро и вечер. Такой набор ринза. Для тех, кто купался в холодных водоемах 2 сентября. Это я. Вода обязательно. И горячая кофе. Только что мне его сварили. Только заселилась в гостиницу. Посмотрите, такой простой номер. Я уже завалилась на кровать. Это Air Hotel у Домодедова. Очень простой номер. Стоит он 79 долларов в день. Так как мы используем Expedia постоянно, этот номер обошелся в 59 долларов в день. Да, простенький номерок. Ковровое покрытие. Я вообще боюсь ковровых покрытий. Мне кажется, они рассадник для бактерий. Тут такая душевая комнатка. Свет. Да будет свет. Фен. Свет. Мыло. Так он нажимается. Здесь будет нажиматься. И... Да. Вот. Полотенце. Здесь даже есть маленькая гладильная доска. Утюга здесь нет. Утюг находится в холле. Честно сказать, я так устала. Кровать большущая. Сейчас я высплюсь на ней. Вот. И буду... В первую очередь я сейчас пойду и поем. Я такая голодная. Такой лифт. Сейчас пойду скажу на ресепчен, чтобы меня разбудили в 5 утра. Я забыла сказать. Кстати, в Москве 6 сентября. 6, да, я выехала 5-го. Сегодня 6-ое. Очень жарко. Я вот до сих пор в шлепках. Ну, конечно, год на год не приходится. Но 2 года назад было очень холодно. А сейчас прям жарище. Невозможная духота. Кондиционеры не работают. Так, пойду попрошу, чтобы меня разбудили. Я тут по всем кустам лазу и пытаюсь залезть поближе к березам. Вот еще нашла такие березки. Ах, красавицы русские. Вот знаете, вот когда едешь в Волгоград, да, вот по пути Москва-Волгоград, где-то на половине пути березы исчезают. И вот эти вот высокие красавицы, их больше не видно. И в Волгоградской области деревья не такие высокие. Ну, просто бесподобно. Надо здесь сфоткаться. Перефоткалась уже, по-моему, со всеми березами. Вот это была последняя. Так, выставлю что-нибудь в Инстаграм. Все, пойду я теперь кушать. Потому что я такая голодная. Я сейчас готова кого угодно съесть. Но фотографии были важнее. Наслаждаюсь, наслаждаюсь природой. Какая красота. Небольшой кусочек березовой рощи у Домодедова. Не Шереметьево, а Домодедово. Прекрасно. Вот она сама гостиница. Вот так выглядит сам ресторан. Здесь бар, ресторан, столики. Посмотрите на меню. Русские блины с красной икрой. Сельдь под шубой. Холодец с хреном. Винегрет. Пельмени в горшочке. Котлета столичная, без строганов. Щепящая сковорода со свининой. Шашлычки из свинины. Корейка ягненка меня заинтересовала. Я хочу спросить, как она приготовлена. И утка с овощами тоже заинтересовала. Немецкие колбаски, возможно, тоже как вариант. Но я сейчас все аккуратненько изучу. И закажу чего-нибудь много, чтобы все попробовать. Цены вроде как адекватные. Так что, прям вся в предвкушении. Слушайте, такая приятная неожиданность. Посмотрите на вот эту колбасную нарезку. Я думала придет что-то совсем немножко. А пришло очень много всего. И здесь еще две. Супер. Спасибо большое. Здесь мне принесли картошку фри с аджикой. И посмотрите на эту красоту. Это каре ягненка. Вот перцы, овощи тушеные. Вот так это все накрыто. Вот так это все открывается. Я вся в предвкушении. Только мясную тарелку я не осилила бы. Итак, я пришла в номер. И у нас на нашем седьмом этаже был открыт балкон. Поэтому я вышла на балкон посмотреть, что же здесь творится. И, наверное, на этой нотке я буду заканчивать свой влог из России. Посмотрите, какие высокие-высокие березки. Они размером с седьмой семиэтажный дом. Такие высокие. Потому что я нахожусь на седьмом этаже. И эти березки на моем уровне. Лежу на кровати и смотрю, что есть в Дьюти Фри на завтра в Домодедово. И подумывала, может быть, у них здесь есть Том Форд. Я знаю, что Том Форд это американский бренд. И намного выгоднее его покупать в Америке. В Америке я могу купить Том Форд только через интернет. Все-таки дорогая косметика. И хочется все попробовать и протестировать самой. Потому что, как у меня уже было с Том Форд. Это Живанши, Герлен, Сисли. Вот Сисли и Шизайду меня заинтересовала. Тональная основа. Много Ланком. Колоранс. Клиник я не люблю. Вообще, Клиник, мне кажется, идеален для подростков. Но для возрастной кожи он мне не нравится. Наверное, все-таки что-то у Шизайду куплю в итоге. Потому что Шизайду 100% мне подходит. И вы знаете, каждый раз, когда покупаю тональную основу в Дьюти Фри, когда возвращаюсь уже с отпуска в России, именно почему-то вот так у меня всегда получается. На мне загар. И мне подбирают слишком темную тональную основу. И позже я не могу ею пользоваться. Так. Ну вот, в общем, я сейчас на этой остановилась. Нужно почитать отзывы о ней. И посмотреть, что она делает. Либо Шизайду. Увидимся с вами завтра в Дьюти Фри. А пока мне спокойной ночи. Когда я возвращаюсь из России, конечно же, мне дарят подарки. Моя мама дарит мне всегда подарки. Сестренка, племянница. Сегодня я хочу вам показать два подарка. И один самый главный подарок, это подарок от моей бабушки. Она моя Галина Александровна. Кстати, кто подписан на инстаграм, те знают. Я уже показывала вам свою бабушку. Ей уже под 90 лет. Но она настоящая леди. Мне кажется, моя бабушка очень красивая. И мама моя очень красивая. Каждый раз, когда я приезжаю, она мне дарит либо ночнушку красивую, которую я потом берегу. И мой муж знает, что это бабушки. Но ночнушка, ее нельзя стирать на горячем режиме. В общем, иногда мне мой муж помогает со стиркой. Если я занята на работе, а он, допустим, пишет картины дома, то он тогда на нем ответственный за белье, стирку белья. В общем, мы распределяем обязанности. Не все на моих плечах. Конечно, кухня на мне, потому что я это делаю с удовольствием. Поэтому как-то вот с кухней я занимаюсь. А вот мой супруг насчет пропылесосить, насчет заложить стирку и в сушку потом белье. Очень даже просто, спокойно, без всяких яких. Вот ответственный человек. Ну, такой ответственный, самостоятельный человек. Он без меня проживет. Он без меня проживет. К чему я клоню? В этот раз моя бабуля, она уже с трудом передвигается. Понятное дело, под 90 лет. Здоровье уже тоже, знаете, не как в 70. Она попросила, она говорит, Саша, вот тебе сумма. Говорит, деточка, пойди купи себе какое-нибудь ювелирное украшение для себя от меня на память. Я выбрала себе вот такие милые изделия серьги из золота с ярким зеленым изумрудом, обрамленным восьмию маленькими изумрудиками. И видите, как лепесточки обрамляют камни алмаза вокруг. Безумно красивое изделие. Спасибо тебе, моя родная. Ношу сейчас такую любовью, с таким удовольствием. От мамы я получила другой подарок. Теперь этот подарок больше, но пока на данный момент этот подарок больше для моего супруга. Это Алмаг. И он предназначен, это он от остеохондроза позвоночника, так как у моего супруга болит позвоночник. Это магнитно-терапевтический аппарат. Пока еще мало что могу сказать об этом аппарате. Он выглядит так, вот он выглядит, он мигает, когда его включить в розетку. Но пока мы не можем им пользоваться, так как что в Америке электричество по-моему 120 вольт, в России 220 вольт. То есть нам нужен такой трансформатор, который будет менять электричество. Он у нас есть, так как на Кипре тоже 220 вольт. Но его мы сейчас пока найти не можем. Он где-то в коробках запакован в одну коробку, потом в другую коробку. Это все очень хорошо запаковано. И все, кто следят за мной на инстаграм, все знают, что мы сейчас живем в арендованном доме. У меня двое суток уходят для того, чтобы приехать в гости в Россию. Двое суток для того, чтобы уехать. И конечно же в это время суток мне нужно что-то такое. У меня нет интернета, как правило. Мне нужно что-то почитать. Ореховый Будда Бориса Акунина книгу прочитала до половины. И даже не собираюсь ее заканчивать. Потому что главную, понравившуюся мне героиню они убили, не дочитав и пол книги. Я потеряла интерес, даже не хочу ее даже больше читать. Потому что, вы знаете, когда книга начинается о героине, о всех деталях, кого что она одевается, как она выглядит, как она живет, чем она живет, что она чувствует. А потом так бац и убить ее. Было бы намного интереснее, если бы она осталась живой. И показать свое приключение с этим ореховым Буддой. Но нет. В общем, как-то так. Пошли дальше. И называется мозольная пилка. Это пилки для стоп. И все-таки я еще раз подтвержу то, что эти пилки прекрасно работают уже на распаренной коже. То есть сначала в какой-нибудь солевой ванночке размочить ножки. Пройтись грубой пилочкой. Отшлифовать пяточки. Серьезно, ребята. Результат не заставит тебя ждать. У вас будут самые шикарные пяточки на земле. Купила себе скраб для лица от Organic Kitchen. Называется зефирка. И это смягчающий скраб для лица. Сок свежей малины. Косточки клубники. И органический тростниковый сахар. Хотя мне бы показалось лучше было бы сок клубники. Потому что клубника имеет такой отбеливающий эффект. А вот именно косточки должны были быть малины для скрабирования. Но здесь все наоборот. Здесь сок малины, а косточки клубники для сухой кожи слишком частое скрабирование. Оно тоже противопоказано. Но вот именно с этим суфле, с этой вкусняшкой очень спокойно можно скрабировать лицо два раза в неделю. Когда я лечу в Россию, я лечу через Мюних. И в Германии мне нравится покупать аптечную косметику Aven. Так как этой косметикой я пользуюсь на протяжении очень многих лет. И использую ее, как правило, в летний период. В этот раз я купила себе большую-большую бутыль термальной воды. Кстати, уже ей пользуюсь. Так как у нас жара где-то 6 месяцев в году, термальными водами я пользуюсь постоянно. И вот в этот раз просто уже, чтобы не мелочиться, купила большую-большую бутыль термальной воды. Aven это уходовая косметика, основанная на термальной воде. Французская косметика. И она идеально подходит для моей сухой кожи в летнее время года. А в зимнее время года, как правило, я использую шизеиду. И уже вот эта любовь у нас идет на протяжении многих-многих лет. Купила весь уход. Это включает в себя ночной крем, дневной крем, крем для глаз и крем против пигментных пятен. Вот купила себе такой уход и сейчас им с удовольствием пользуюсь. Ну а в Домодедово Дьюти Фри я купила себе 3 аромата. Это ароматы Манталь. Один аромат это Муколад, Ванилла Экстази, Интенс Кафе. Единственное, наверное, скажу просто то, что два любимчика из них. Это Ванилла Экстази и Муколад. Вот эти два аромата мне не очень понравились. Интенс Кафе не очень понравился мне. Также он не понравился моему супругу, потому что он посчитал, что вот этот аромат пахнет каким-то индийским базаром, где продают благовония. Он говорит, неприятный аромат. Он вообще не фанат арабских ароматов, поэтому вот этот аромат я подарю кому-нибудь. А вот эти два я буду с удовольствием использовать. Это Ванилла Экстази и Муколад. Кто знаком с ароматами Манталь, вот так они выглядят. Они по 50 миллилитров и Интенс Кафе я обязательно кому-нибудь подарю. Вы знаете, при выборе таких сильных ароматов, вот такие сложные ароматы, которые раскрываются, очень тяжело подобрать аромат на ходу. Потому что мне кажется, вот с такими ароматами, как Том Форд, Манталь, каждому аромату нужно уделить хотя бы денек. Потому что эти ароматы многогранные, они раскрываются. И чтобы понять один аромат, ну, как минимум нужно посвятить ему часов пять. Потому что идет вот это вот раскрытие аромата. И чтобы до конца досконально понять, нравится аромат или нет, да, нужно посвятить ему несколько часов. Но, а когда ты оказываешься перед стендом, перед тем, как идти на самолет, то тут уже как бы от жадности я нахватала три аромата. Первый аромат, который я попробовала, это была пудровая орхидея. Мне кажется, тот аромат мне понравился. Но потом я уже начала наносить все ароматы, которые там были предоставлены. Там был целый стенд этих ароматов. Поэтому, то есть я создала вот это вот, я создала вот это огромное облако разных ароматов вокруг себя. Там было уже непонятно, что я покупаю. И так как я спешила на самолет, одним словом в попыхах, я схватила первые три аромата, которые мне как показалось я поняла аромат. И в итоге нет, я не поняла. Тяжело понять вот сквозь эту призму этого облака разных ароматов, таких сложных, понять аромат. Нет, это невозможно. Это нужно обязательно пробовать. Это нужно посвятить какое-то время каждому аромату. Ну да, ну как бы то ни было, вот такие сейчас у меня три аромата есть. И я до сих пор их пробую, но как-то я сейчас чуть-чуть отошла от восточных ароматов. И сейчас я, поверите или нет, после вот этих восточных ароматов мне захотелось нанести какой-то шипровый терпкий аромат, которым оказался Шанель номер 5, туалетная вода. После такого изобилия восточных ароматов хочется какой-то классики. И получается, что Шанель номер 5, туалетная вода, для меня просто прекрасный аромат. Вот таким было мое видео. Спасибо, что досмотрели его до конца. Увидимся в скором следующем видео. До новых встреч и пока!